Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от Евангелия от Марка 2, 26, мы зададимся вопросом, «Ошибался ли Христос, когда упомянул Авиафара как первосвященника вместо Ахимелеха?» Я видел в одном иудейском журнале, делая ссылка на эту якобы ошибку Иисуса Христа. Но ошибки возникают от поверхностного взгляда на текст. А когда мы более глубоко смотрим на текст, мы видим отсутствие ошибок. В чем проблема Евангелия от Марка 2, 26? Христос говорит, что когда Давид ел хлебы и предложения, Авиафар был первосвященником. Однако первые царей, 21 глава, с 1 по 6 стих, здесь указывается, что первосвященником в это время был Ахимелех. Что пишет Марк? «Как вошел он в дом Божий, он это Давид, при первосвященнике Авиафари ел хлебы и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним». И как этот текст воспроизводится в первой книге царей, 21 глава, с 1 по 6 стих. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему, почему ты один, и никого нет с тобою. И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело, и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя, и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. «Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов пять, или что найдется?» И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин. И отвечал Давид священнику, и сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды от рукав чисты. И если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов-предложений, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятию их положить теплые хлебы. То есть был такой порядок, что всегда хлебы-предложения должны были быть теплыми. И если они остывали, их снимали, и могли есть священники и их родственники, а на их место клали теплые хлебы. Какое решение находят библейские экзегеты? Экзегеты обращают внимание, во-первых, Первое Царство верно сообщает, что первосвященником в это время был Ахимелех. С другой стороны, Христос тоже не ошибся. Если мы внимательнее посмотрим на слова Христа, мы заметим, что он использует фразу «при первосвященнике Авиафаре». Он не говорит, когда был Авиафар. «При первосвященнике Авиафаре», это стих 26-й, которая вовсе не обязательно должна обозначать, что Авиафар был первосвященником, когда Давид ел хлебы-предложения. После того, как Давид встретил Ахимелеха и ел хлебы-предложения, царь Саул приказал убить Ахимелеха. «Авиафар спасся и пришел к Давиду», 20-й стих, и позже занял место первосвященника. Итак, хотя Авиафар стал первосвященником после того, как Давид ел хлебы-предложения, все-таки правильно назвать его первосвященником. В конце концов, Авиафар жил, когда Давид ел хлебы, и вскоре он стал первосвященником после смерти своего отца. Следовательно, это случилось во время Авиафара, но не во время его пребывания в должности первосвященника. Это объяснение ученых-экзегетов. Но я предлагаю другое объяснение. Давайте вспомним историю Давида, когда он уже, точнее, когда он еще не был царем. А царем считался царь Саул. Кем считался? Сначала и Господом, и пророком. Но в какой-то момент Господь уже отверг Саула от себя, и тот в глазах Бога перестал считаться царем. А царем стал считаться в глазах Бога, но не в глазах народа. Кто? Давид? Пастушок Давид? Это потом официальная как бы происходила процедура возведения до престола. Поэтому здесь, скорее всего, речь идет о том, что Христос говорит реально о том, кто в глазах Бога на тот момент был первосвященником. А тот, кто только занимал это место и уже, собственно говоря, был обречен, проявивший и какие-то качества неправильные, отрусливость, он уже как бы не входил в счет первосвященников. Тем более, что в сами времена близкие к Иисусу Христу было по несколько первосвященников. Конечно, так не было во дни Давида, но во дни Христа можно было сказать о двух первосвященниках сразу. Это было в порядке вещей. Имея в виду, может быть, Божий взгляд на эту ситуацию или отталкиваясь от той реальности, в которой жил Христос, он и говорил так, как он говорил. И никакого противоречия мы здесь не видим. Друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо всех, Господь! Субтитры сделал DimaTorzok